всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите мои ролики тире монологи и за то что пишите комментарии под этими роликами я читаю с большим удовольствием пишите будем общаться ну спасибо всем тем кто поддерживает канал материально это всегда приятно я очень радуюсь каждый раз любой поддержки любой а и еще раз напомню о том что если вы хотите увидеть какой-нибудь альбом любимый свой на вашем экране в моих руках посмотрите сначала в плейлисты там уже очень много всякой разной музыки возможно что ваш любимый альбом уже обговорен мной и показан и рассказом и оброган и захвален так что начните с плейлистов а потом уже пишите что вы хотели увидеть услышать но это возможно при одном единственном условии если пластинка которая вам интересна по счастливой случайности есть в моем шкафу точнее в моих шкафах точнее раз два три четыре шкафа раз два две тумбочки и еще один пенальчик большой в общем нормально все в порядке но вот свезло кому-то свезло сегодня потому что lucifer's friends у меня friends точнее у меня есть дома первоальбом вот он и я его показываю торжественно вот такая вот пластинка переиздание естественно потому что оригинал достаточно дорогой а я не настолько сильно люблю эту группу я ее люблю она мне нравится она мне нравится но не настолько чтобы ввухивать серьезные деньги в поиск оригинала которые будут слушать раз в три года я не отношусь к коллекционерам которые собирают оригиналы и маринуют их на полках на своих нет я покупаю только те пластинки которые я слушаю даже раз в три года даже раз в пять лет даже раз в десять лет как пинг флойд например да это с большим трудом это неважно lucifer's friend в моих руках первая пластинка вышла в 1970 году германия естественно тоже группа немецкая джон лотон играл пел точнее в группе если мне память не изменяет стоун волл джон лотон да и поехали они на гастроли в гамбург где джон лотон и остался потому что были у него всякие коммерческие предложения в том числе с лесом хамфри хор такой помните на советских пластинках выходила эта история он там пел ну кстати говоря я не знаю в германии это было или не в германии но с лесом хамфри он работал довольно так активно и получал за это деньги но потом стал искать все-таки себе рок-н-ролльный коллектив и нашел музыкантов которые играли в группе не помню как она называется как всегда это соответственно петель хэшт арган ударные и и юхим риттен бах и главный человек это питер хэссен хэссэйн единственный человек единственный музыкант группы lucifer's friend который играл на всех альбомах lucifer's friend потому что состав менялся неоднократно группа записала очень много альбомов последние я посмотрел в интернете последний вышел в 2019 аж году после него вышло несколько альбомов типа сборников типа reunion of типа концертных в общем дискография очень большая у группы хотя она билась всю свою жизнь билась билась и нельзя сказать что безуспешно вполне себе успешно но выше главы что называется не прыгнешь и никак было не прыгнуть хотя группа она отличается тем для меня что вот начинаешь слушать и думаешь вроде как-то все это уже слышал вроде все это и дип полу и black sabbath и led zeppelin и юра и хип все это сыграно а чем дальше слушаешь тем больше нравится и тем больше находишь в музыке lucifer's friend оригинального свежего своего нигде не сыгранного никем хотя вроде как похоже вроде как похожи и на дипе пол и на юра и хит похоже ну голос лоттона здесь конечно играет свою роль вот этот тонкий такой тонкий светлый сверкающий луч голос лоттона но опять таки чем дальше тем больше нравится этим больше хочется ее слушать при том что альбомы очень разные вот эта штука это в общем практически хард-рок тире металл black sabbath тире дипе пол а второй бум который у меня нет как и всех остальных у меня один только этот альбом он такой более психоделический третий я не слышал четвертый шикарнейший банкет называется у меня есть он на компакт-диске я его даже никуда не делал этот компакт-диск потому что настолько мне нравится эта запись четвертый альбом lucifer's friend банкет это фьюжн тяжелый тяжелый роковый при этом джаз фьюжн с электрическими гитарами до барабанными басами и клавишными из абсолютно роковым голосом лоттона удивительное слияние фьюжн джаз-рока с роковым вокалом и настолько круто настолько здорово и лоттон там поет наверно лучше его вообще исполнение вокальные ну по крайней всех тех что я слышал что ищите банкет это прекрасная пластинка прекраснейшая даже если вы не любите джаз-рок даже если не любите фьюжн полюбите сразу сразу полюбить ну что касается этого альбома ride the sky первый номер начинается с дикого вокала точнее вокалов там несколько треков прописано вокальных лоттона такой вопль 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 но сразу все досужие критики сразу сравнивают это с highway star но не похоже на highway star похоже только в начальном воплем этим куда-то мне это безумие и после этого начинается дикий ракешник с имитацией трубного зова трубного зова фраза трубы и потом такой рок в стиле наверно ну ближе по прямоте своей по рельсовой такой подачи ближе к лед зеппелин там типа иммигрант сонг но если вот зеппелин кренится все-таки в вокале в блюзовые формы блюзовые мелодии то здесь ничего такого блюзового вокали нет здесь европейские такие напевы но прямой прямой орущий голос лоттона орган хаммонд перегруженный все как надо гитара с фендеровским звуком барабаны молотят бас играет примерно так же как black sabbath эти адские пассажи в октаву туда в октаву вверх в октаву вниз и много 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 нот там 8 16 в басу в полный рост но песня не длинная очень мощная настоящий такой хит первый первый боевик everybody's clown вторая песня тяжелый прогрессивный извините за это выражение рок очень сложное построение восходящая такая торжественная немножко мелодия на этой самой восходящей гармонии и соло на органе соло на гитаре с фендерским звуком в сторону black моро куда-то крен такой намечается и драйв мощь очень интересно и вот с этой песни начинает затягивать уже начинает затягивать уже своеобразие слышно и правильно потому что и keep going третья песня широчайший да да если вторая песня начинается с такого бас бас хэтом такой тоже привет от дипа пол то это с keep going такой широкий широкий риф басовый потом подключается вся группы и в этом широком рифе запевает лотон после куплета вот этого нельзя сказать что он медленный тяжелый такой аля black sabbath широкий мощный тяжелый риф и также как его black sabbath переходит темп меняется переходит в быструю часть и быстрая часть просто здравствуй речи blackmore прямо слова по звуку прямо очень похожа очень похожа на blackmore не так сыграно не те фразы никакого плагиата но очевидно парни слушали и нравилось и они не не то что так же хотели сделать а хотели сделать в том же духе в том же ключе извините за выражение развивать вот это направление музыки тяжелой гитарно-гитарно-органной музыки с настоящим мощным роковым вокалом жена вот она получилось получилось очень интересная песня она достаточно сложная очень хорошая соло очень хорошая на органе соло все по классике соло на гитаре соло на органе но не скучно потому что играют очень интересно toxic shadows последняя песня на первой стороне очень классная все очень классно очень классно они действительно очень классные начала песни уже сразу покупает и хочется дальше слушать она не длинная при этом очень кайфовая такая перекличка этого самого перегруженного органа с аккордами гитарными фендеровскими жесткими прямо такими вот как 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 двуручная пила и вот он понесся вперед со своим криком пением те кто любит тяжелый рок получит настоящее удовольствие от этой штуки на второй стороне поехали free baby о free baby одно название чего стоит и free 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 и поется прямо вспоминается юра и хип сразу с этим самым free baby очень кайфовая ближе к концу вокальная история кто-то уход психобилею вот они на первой стороне отыграли классический тяжелый рок усложненный усложненный здесь уже вторая сторона вся пошла крениться в психоделию потому что вокальные какие-то вдруг играли 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 вдруг начинается такой туман 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 страшный причем на насыщенный какими-то чудовищами стивена кинга и все это голосом лотона делается с эхом естественно в реверберации все это висит отовсюду эти душу вас здрасте приехали потом заканчивается погнали дальше погнали чуть-чуть входа закончили две следующих песни это нас baby you're a liar in the time of job when a mammoth was a yippee это уже для любителей клавишного рока потому что здесь выделываются такие чудеса на хамон таргане что может быть даже джону лорду и не снились поскольку джон лорд хулиганить и всяческие сказать поиски осуществлять в звуке возможности хамон долюбил всегда у него масса всяких вот этих вот улетов прилетов слышали эффектом все вот это здесь они переплюнули даже джона лорда в этом смысле потому что такие чудеса на органе выделываются и в одной песне и в другой песне номер два номер три на второй стороне что люба просто дорого я рот открываю каждый раз когда слушаю особенно вот эту песню с глибным названием in the time of job when mamon was a yippee там уже какие-то тембры такие как которые как как мне казалось в хамон таргане их и быть не может ради что какой-то синтезатор но нет синтезатора там у них нет по моему и как-то они выделывают это непонятным образом а вот последний номер названием собственно лице first friend это уже намек на то что будет на следующих альбомах потому что песню жанра который не определить это вроде бы и тяжелый рок а вроде бы и это и сложный такой рок не буду на букву п говорит на про нет не буду вот это говорить но сложный ломаный одна часть закончилась другая пошла медленная провал пауза раз бац опять все пошло и очень сложная какая-то си это такая вот и эти самые си вид будут дальше развиваться придут они к альбома банкет который на мой взгляд это вершина лице first friend хотя группа играющие тяжелый рок вдруг заиграла фьюжен и это такая акция более-менее разовая потому что абсолютно изменили направление получился блестящий альбом а потом они опять вернулись в тяжелом уроку и по си упору я не знаю что что касается по си упору но там девятнадцатый год восемнадцатый и дальше вот он кстати говоря ушел в юрай хип из лисиферс фрэнда потом пришел обратно и последним все последние пластинки люциферс фрэнд они с лотоном записано так что любители господина лотона ищите альбома люциферс фрэнд получите точно удовольствие по крайней мере от первых ну от первых четырех альбомов точно потому что поздние альбомы я просто не слышал я слышал первый второй и четвертый они все кайфовые и при этом они все в разных стилях но они все узнаваемы как-то вот они умудряются менять направление музыки оставаясь той же самой группы люциферс фрэнд со своим звуком фьюжен они играют или тяжелый рок они играют все равно они узнаваем так что очень рекомендую и большой привет парню который написал об этой группе у меня в комментариях ну пойду пока пить а вы переваливайте услышанное пока до новых встреч